Привет всем, у аппарата вождь. Сегодня я расскажу вам, почему ТНО прямо сейчас все ближе и ближе к смерти, а также, что черт возьми творится в нем. Поскольку это единственное русское видео по поводу происходящего, то я надеюсь, что оно хотя бы попадет в паблик в ВК. Основная информация взята от моих товарищей и вот этого видео. Как мы все знаем, ТНО, или же The New Order, Last Days of Europe, это модная игру Hearts of Iron 4. Создателем и главой этого мода был человек по имени Pink Panzer, или Panzer в народе. Изначально ТНО был модом на игру Victoria 2, после чего Panzer решил принести его в Хойку. Видимо, у Panzer не было навыков в моддинге, и он решил собрать вокруг себя огромное количество мододелов, чтобы они занимались разработкой моды вместо него. Чтобы хоть как-то оправдать свою роль главы, он... делал стримы, ну и интервью. Может показаться, что это простой и скучный человек. На одном из стримов он показал свою папку с непристойными материалами, среди которого было... Ой, много чего там было... По неподтвержденным данным, он даже мог быть нацистом, так как раньше был пользователем сайта для нацистов, что называется Штормфронт. Там так и написано. Каждый месяц истории это месяц белой истории. Я обвинять не берусь, просто привожу к сведениям. Пока Panzer абсолютно ни черта не делал, ребятки, которые действительно хотели работать над модом, создали отдельный сервер в Дискорде. Называется он ShadowCancel, ну то есть Теневый Совет. Да вот только Panzer прознал об этом и забанил их к чертям собачьим. Молодец, братан, ProGamerMove. Через некоторое время лидерство над модом переходит к персоне по имени Пасифика. Довожу до вас вещь, что Е... Ему... Ено... 16 лет. Это трансгендер-либерант. Пасифика особо не отличалась от Panzer и лишь чуть-чуть по мелочевке поработала над Россией. Однако Пасифика по-прежнему не занималась разработкой в крупном плане. Но зато она приказывала работать людям в ночь, так как они не успевали. Ну то есть были кранчи. Сами разработчики писали, что хотели лидера, который будет делать хоть что-то, а не просто отсеивать чужие идеи. Не думаю, что бесплатному моду нужны кранчи. Последний раз я слышал о кранчах во время разработки The Last of Us. В отличие от НО, там хотя бы была причина. Играть не бесплатно. В это же время фанаты ТНО начинают разработку сабмода, то есть модификации на ТНО, что называется ТНО Redux. Все шло хорошо. Пасифика даже отправила ребят на помощь этим людям. Однако 24 января, во время волны чьих постинга на дискорда редукса, Пасифика, не поняв шутки, восприняла некоторые слова как оскорбление. После этого она запретила делать редуксу посты на реддите, а также отозвала всю команду помощников. Меньше чем через день сабмод помер. Проходит ровно одна неделя, и фотки лица Пасифики, как ее домашний адрес, или его, я уже не помню, попадают в сеть. После чего он удаляет все свои аккаунты из всех соцсетей и скрывается вместе с Панзером и кучей разрабов. Скорее всего разработчики ТНО Redux решили отомстить, кто знает. После этого проводится новый геноцид русских, а также простая волна без причинных банов в дискорде. Пасифика, кстати, раньше использовала фейк-аккаунты на ютубе, а может где и еще. Поэтому она, возможно, является моим хейтером, а я даже этого не замечаю. Хе. Ну так вот. О Пасифике и Панзере начали вскрываться новые подробности. По типу. Пасифика пытался склонять школьников в БДСМ. ТНО есть человек такой, как Михаил Суслов, я думаю, игроки о нем знают, это коммунист в коме. В реальной жизни он вообще устроил геноцид чеченцев и что-то вроде против евреев имел. Однако Пасифика его полностью оправдывает. И когда ей тычет этими фактами лицо, она говорит, нет, нет, он неплохой человек. Я его так люблю буквально. Она его добавила в игру только потому, что в него чуть ли не до потери сознания влюблена. Ну то есть вы понимаете, когда заходит русский человек и говорит, ну, хоть что-то, даже шутку против какой-то другой нации, то он отлетает в бан. Сразу же, мгновенно, я не нацист, я просто привожу к сведению то, что, ну, Пасифика либерал, где свободу слова, зажали что ли? Однако на этом все не закончилось. Разработы, ну, начали писать во всех источниках, что все якобы нормально. Ну то есть откровенно врали, чтобы люди не разводили панику. Как только один человек, кстати, большое спасибо ему за это, снял видео с раскрытием всей этой темы, с очень весомыми доказательствами, то у разрабов нехило подгорел пукан, и они начали массово рейдить и дизлайкать его видео, чтобы никто об этом не узнал. Я сделал пару постов о видео этого человека, а после меня и подключился популярный словацкий ютубер по имени Mountain General. Он также сделал видео, где распространил эту ситуацию. Затем разработчики собрались и пошли рейдить его видео, а также попытались взломать его, но у них не вышло. После этого они сделали пост об этом и выразили свое недовольство этим ютуберам. Пока происходила суматоха, разработчики пытались сплотить всех вокруг себя, объявив русское ТНО главным врагом. Ну конечно, кого же еще? Ну вы знаете, как это бывает. Вокруг враги нам надо быть вместе. Разработчики рейдят английскую википедию по ТНО, представившись русскими, чтобы обвинить русское ТНО в этом. Однако, после проверки IP-адресов, оказалось, что это совсем не русский IP. Все люди, которые не поддерживают режим пасифики, создали отдельный сервер, а славяне вообще замутили альянс против ТНО. Сразу же поначалу балагана ТНО редукс успел возродиться. Существует два редукса на данный момент. Один это Фатчановский, а другой Чадовский, на котором, кстати, я часто заседаю. Разработчики ТНО все пытаются и пытаются врать всем, но все больше людей понимают, что это конец их тирании и вранья. Проверьте разные ссылки в описании или комментариях. С вами был Вошки, благодарю за внимание.